Добрый день дорогие друзья! Я рада вас всех приветствовать на своем канале. И это мое видео посвящено кулинарной рубрике. Так сказать, я назову это блюдо, это завтрак пенсионера. Так как я живу одна и допустим делать много котлеток, а потом неделю их таскать. Даже если я возьму пол килограмма фарша или даже 300 грамм, это получится очень много для меня, для одной. Поэтому я вот вам предлагаю приготовить вместе со мной завтрак на скорую руку. И такие необычные котлетки сделать себе, своему мужу, своим детям. И вы не пожалеете, вкус у них просто изумительный. Я вчера готовила бульон и брала один окорочок. Вот я вчера его поставила в холодильник, а сегодня утром думаю, что же такое вкусненькое приготовить. И вот как бы придумала такое блюдо. Значит я взяла здесь меньше чем один окорочок. Ну, то есть вот видите, что тут мяско совсем не очень много, скажем так. Взяла вот пол морковки, две головки чеснока. Кто не любит чеснок, можете не ложить. Но так как сейчас еще такой период, что чеснок даже обязательно есть, потому что гриб на улице все еще гуляет. Поэтому я стараюсь кушать чеснок. Одно яйцо, две карташины я почистила и луковичка. Специи по вкусу, что любите, то и ложите. Соль, перец, набор трав, которые котлеты обычно выложите. Ну и естественно нам еще нужна мука. Все это нужно мелко порезать и перемешать. Я отделила от кости мясо. Мелко, как видите, порубила. Чем меньше, мельче вы его рубите, тем лучше. И отправляем в нашу емкость, которую мы приготовили для того, чтобы мы могли в ней, скажем так, замесить наше тесто или фарш. На крупное полотно терки потереть нужно картошку и морковь. Вы думаете, получится мало? Получится много! Также мелко я режу лук. Все это можно перебить на блендере и также отправить. Дальше мы вбиваем в наши продукты яйцо. Давим чеснок. Добавляем наши специи. Я добавляю черный перчик. Добавляю соль. Стараюсь как можно меньше соли добавлять. Далее мы добавляем муку. Первоначально мы ее добавляем немножко, потому что нам мука нужна, чтобы у нас этот фарш был густоты такой, как на оладушке. И начинаем все это дело перемешивать. Вместо муки можно добавить манку. Но тогда нужно дать постоять ему, ну я думаю, минут пять надо дать постоять, чтобы манка немножко набухла. Хорошо перемешиваем наш фарш. Я вот добавлю еще муки. Потому что считаю, что это мало. Ну сколько? Ну полстакана, я думаю, что муки уйдет на мое количество продуктов. У каждого же будет свое количество. Получается. Перемешиваем очень хорошо. Чтобы у нас все продукты соединились. Вот я еще чуть-чуть муки добавлю. И будет достаточно. А дальше я не буду вам показывать, как это выпекается, как ложить на сковородку. Просто так же само, как оладушки. Наливаете в сковороду масло. Его не обязательно наливать много. Если хотите, можете с одной стороны поджарить, а затем на другую сторону перевернуть и накрыть крышкой. И они протомятся. И будут очень пышные и вкусные. Да, самое главное. Я же забыла вам сказать, что я еще добавляю сюда соду. Вот я добавила соды. Совсем маленько на кончике чайной ложки. И после того, как вы добавите соды, опять перемешайте все хорошо. И дайте минут пять постоять. Конечно, кажется, что это все долго делается. На самом деле, это все делается очень быстро. Вот. Теперь я оставлю на пять минут, чтобы это все дело у меня сгармонировало, так скажем. То есть фарш от продуктов, продукты друг от друга возьмут вкус тот, который им нужно. Вначале в свежем виде, а потом, когда будут жариться. И встретимся с вами уже после того, как я приготовлю. Ну вот, дорогие мои, мы приготовили нам завтрак. Я себе заварила чай в такой красивой кружке с маками. Тарелочка у меня с маками, если вы обратите внимание. Люблю очень маки. Маникюр у меня с маками. Вот. И такие наши вкусные котлетки. Полноценное блюдо. Вот такие они получаются на разломе. Обратите внимание, все прожаренное, пропаренное. Очень вкусное. Вот вы не представляете запах. Такой стоит обалденный. И получилось полноценное блюдо. Овощи у нас есть. Вы, если хотите, можете их пожарить. Я их не жарю. Вот. Если вы пожарите, конечно, вкус будет немножко другой. Возможно, даже вкуснее будет. Но я стараюсь меньше есть жареного. Хотя вот в данном случае, видите, эти котлетки мы пожарили. Значит, хлеб у нас есть. Это у нас мука. Я же говорю, можете заменить манкой. Дальше. Мясо у нас есть. Яйцо у нас есть. То есть белок тоже есть. Полноценное блюдо. Из данного количества продуктов у меня получилось 9 вот таких котлеток. Ну что, приятного аппетита. Если вы со мной готовили, я вам признательна. И вы приготовьте. Даже если у вас там есть большое количество, ну не большое, но хотя бы двое детей, там, ну скажем, семья. Готовьте. Я знаю, у каждой хозяйки проблема, что же сегодня приготовить. Вы приготовьте это блюдо, и вам будут очень признательны ваши близкие за то, что вы сделали, приготовили новое блюдо. И к тому же такое вкусное. До новых встреч. До новых видео. Если вам все понравилось, то, что я вам здесь наговорила, наготовила, ставьте пальчики вверх, делитесь со своими друзьями, возможно, и они приготовят с нами такое же блюдо. А с вами была Ирина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова